Сейчас у нас будет такой социальный, очень важный доклад, очень интересный. Елена Владимировна, руководитель студии «Живая соционика», член экспертного совета, господи, Айчер Консультант, врач-педиатр Москва-Россия, Хайфа-Израиль. Очень интересный социально значимый доклад, проект профориентации воспитанных детских домов от диагностики психотипов до обучения профессии. Спасибо большое, Наталья, очень рада. Спасибо вам за то, что пригласили, за то, что организовали. С удовольствием выступлю и расскажу. Открываю свою презентацию. Всё, по-моему, хорошо. Итак, уважаемые участники конференции, я начинаю свой доклад по проекту, который прошёл буквально в 2021 году. Начался он летом и длился буквально до ноября-декабря 2021 года. То есть это такая длительная работа, но что очень важно, на мой взгляд, и почему я решила именно про это рассказать, потому что мне удалось завершить замкнутый цикл в этом проекте. И то, что прошла диагностику группы детей детских домов, далее всё это продолжилось. То есть это не закончилось только диагностикой психотипов, это продолжилось для получения того самого результата, который, конечно же, очень важен в этой работе. Начиная эту свою тему, я хочу сказать, что начало вообще этапной диагностики, которой я занимаюсь, у меня есть авторская методика этапного определения психотипов групп больших. Начало было положено в 2013 году, когда, честно говоря, встал передо мной вопрос определения психотипов очень больших команд в других городах. И вот задумавшись, что с этим делать, хотелось, конечно же, подключаться к этим проектам, была создана методика определения социотипов в ходе деловой игры с последующей подготовкой отчёта по развитию кадрового резерва на предприятии. Об этой, конечно, методике я неоднократно рассказывала на конференциях, здесь я просто такие вехи обозначу. А в 2017 году данная методика была мной преобразована для цели профориентации школьников. То есть там тоже этапный ассесмент, оценка психотипов детей. И, соответственно, я их провожу уже в классах, беру группу детей до 10 человек, соответственно, конечно же, чтобы это было более комфортно и дети смогли проявиться. И появилась вот такая вот инновационная развивающая игра. Пилотный проект прошёл, я уже тоже рассказывала о нём. Сейчас я, конечно же, перейду уже к тому проекту, про который хочу рассказать. Здесь просто вехи таковы, что на первом пилотном проекте мы получили очень хорошие отзывы и благодарности и от классных руководителей. И всё это проводилось поначалу как пилотный проект, конечно, на благотворительной основе, чтобы мы получили вообще обратную связь. Что было дальше? Ну, здесь я ещё скажу, что, конечно, теоретический такой у меня слайд. Для цели профориентации мы используем, конечно же, клубы профориентации или клубы установки на вид деятельности, что, конечно же, все мы знаем. Здесь просто ещё раз посмотрим на это, что, определяя в детях интуит или сенсорик, логик или этик, мы выходим на установки на вид деятельности. То есть ребёнок принадлежит либо гуманитариям, или социалам, или это исследователь, или это управленец, если это логик и сенсорик. И главный критерий здесь, конечно, естественности этих действий. То есть дело в том, что совершенно понятно, что максимально выкладываться, не уставая, человек может, если он работает по сильным от природы функциям. То есть энергозатратность там будет минимальная. Соответственно, вот этот естественный, малоэнергозатратный способ является наилучшим направлением, вектором для профориентации детей. И именно на этом важном понимании основано то, что делается в профориентации с позиции соционики. Параметры проекта, про которые я хочу рассказать. В играх участвовало 35 человек. Это было 4 группы по 7 или 10 детей. Возраст этих детей уже подростки 14-16 лет. То есть здесь уже встал вопрос именно у профориентации в чистом виде, когда детей нужно было уже начать обучать профессии. Особенность этого проекта, на что особо хочу обратить внимание, это то, что 7 участников мне были предложены в воспитаннике коррекционного детского дома. Скажу честно, это была неожиданность. То есть мы уже договорились о проведении проекта. И вдруг мне звонит организатор из благотворительного фонда, которая была как раз заказчиком проекта, организатором всей вот этой вот истории. Звонит и говорит, «Элеонора Владимировна, а у нас вот 7 участников будет из коррекционного дома. Что вы скажете? Такая группа». Ну, я, конечно же, на это ей просто честно отвечаю, что соционика – это наука о нормальной психике, о здоровой психике. Она говорит, «Ну, пожалуйста, попробуйте их тоже протипировать. Ну, они там не все такие уж прямо сложные в плане своего психического здоровья. Ну, пожалуйста». Ну, и когда она так сказала, я ее предупредила, я говорю, «Я не могу гарантировать, что все они раскроются, но я буду стараться очень». Все. Она все-таки настояла, чтобы эти дети участвовали. И вот я сегодня расскажу о результатах вот этой вот группы, особенной группы детей. Это очень интересно. С позиции даже исследований сценического. План игры наш и таков. Здесь входит несколько заданий, которые дети проходят. Это рисунок. Конечно же, я провожу по Григорию Шульману очень рабочую, такая классная методика. У меня очень большой опыт диагностирования психотипа по рисунку. Далее у меня есть авторская тематика по сказке. Я о ней тоже уже неоднократно рассказывала. И дети сочиняют сказки с предлагаемыми героями. Конечно же, образы этих сказок анализируются на предмет именно психотипа ребенка. Там ценности квадральные проступают. Очень интересная тоже методика. Конечно, интервью, самопрезентация, которая тоже записывается на видео. И также я здесь, вот именно здесь использовала еще авторский тест «Неопитаемый остров». Тоже это тест такой, как-то ребенок или взрослый, я его использую и в разных группах, конечно, возрастных, выбирает, как бы он действовал при попадании в какую-то неожиданную для себя стрессовую ситуацию. В этих выборах все-таки проявляется определенная тенденция. Конечно, это не то, что тест, по которому все понятно. Но нам ведь нужно, когда мы диагностируем, нам послушать, как человек говорит. Вот впервые он получил вот эту информацию, впервые он ее прочитал. А что он дальше с этим делает? Как он реагирует? Что он выделяет из фона? И вот на основании вот этого анализа мы и делаем вывод о психотипе. То есть зачастую даже не те слова, которые он сказал, что он выбрал, а вообще его поведение, его акценты. В общем, здесь вот такой идет комплексный, конечно же, анализ его поведения. Поэтому здесь вот, конечно же, мы смотрим, как они работают с информацией. Несколько слов скажу о том, почему получилось на самом деле выйти на такой проект. А дело в том, что этот проект уже был финансируемым. Вот, он прошел по заказу в партнерство с благотворительным фондом и привлечен был спонсор проекта Икея. Поэтому хочу сказать, что для работы в таких проектах, серьезной такой, по длительности работы, все-таки очень важно было, чтобы я там оказалась, конечно, то, что я врач-педиатр, то, что я могу работать с такими детьми профессионально. У меня есть документ о квалификации педагогикой психологии. Ну, опыт организационной работы. И я работаю как раз в Комитете по трудовым ресурсам, в Торгово-промышленной палате, именно с профориентацией групп школьников. То есть уже вот этот опыт был большой. И когда я его представила в презентации, что я могу предложить, вот была приглашена действительно человеком, который способен, способен это сделать. Поэтому профессиональная, конечно, подготовка для таких проектов, она тоже очень важна. Цели проекта. Проведение профориентации для школьников, что позволит им целенаправленно подготовиться к поступлению в профильные учреждения различного уровня, в том числе и на рабочие специальности. Мы здесь понимаем, что уровень для таких детей не всегда это какие-то высшие учебные заведения, но даже по рабочим специальностям здесь, конечно, мы можем дать отличные рекомендации. Выдача инструкций по эффективной мотивации. То есть как сделать так, чтобы ребенок захотел учиться. На основании принадлежности ассоциативов детей к стимульной группе их деятельности. То есть той самой малой группе, стимульной группы. Что помогает в профилактике профессионального выгорания. И очень часто вот в моей практике люди… Елена Владимировна, извините, не переключаются слайды у нас. Не переключаются? А вы сейчас не видите слайд по цели проекта? Я вижу только один слайд титульный «Живая соционика». Да что вы, а я вам что-то во всю рассказываю. У меня столько слайд. Нам тоже показалось, что чего-то не хватает. Да, конечно. Попробуйте переподключить это или зайти. Все, пошло. Пошло, да. Значит, я просто слайд-шоу, а значит, слайд-шоу не показывала. Ой, как обидно. Ну, ничего, я тогда сейчас просто покажу те слайды, которые… А все понятно. …которые я рассказала. Да, вот это был первый. Это клубы, да, которые все мы на самом деле знаем, конечно же. Параметры проекта, где просто то, что я рассказала, то, что будет происходить. Спасибо, что вы меня предупредили, а то я так могла вообще не знать. У меня все переключалось. Вот. Это слайд про профессиональную, конечно, необходимую подготовку для работы с такими детьми, тем более с особенными детьми и сложными детьми и детских домов. И вот я пришла уже к целям проекта. Цель проекта как раз профилактика профессионального выгорания, которое происходит, если люди выбрали не ту профессию. И здесь очень важно, конечно, как можно раньше мы можем им помочь через соционику. И психологическая помощь детям путем их самоидентификации, самоосознания своих природных талантов и переоценки значимости промахов по слабому от природы функциям. То есть это предмет разговора с детьми уже таких возрастных групп, более взрослых. То есть вот 14-16 лет, это действительно было так. То есть многие разговоры сводились к тому, чтобы ребенку дать вообще понимание, что он нормальный, что с ним все хорошо. То есть вот эта вот критика к себе, она, конечно, присутствует в этом возрасте. И здесь мы можем просто помочь ребенку не зайти в какие-то там психологически серьезные такие проблемы. Итак, что же получилось? Результаты нашего исследования. Я их вывела больше в таком, включив представительство малых групп, которое оказалось в этой группе. Значит, 35 человек, которых я типировала по группам, это представители, 5 человек оказалось из первой квадры, 9 из второй, 12 из третьей и 9 из четвертой. Соответственно, больше всего представители квадрогамма. Из них управленцы, то есть логики сенсорики, их оказалось 6 человек. Дальше исследователи, их оказалось 10 человек, социалов 7 человек, гуманитариев 10 человек. То есть мы вот даже здесь видим, что у нас интуиты преобладают над сенсориками, то есть исследователи и гуманитарии составляют 20 человек из 35. И сразу же понятна проблема, которая за этим стоит, потому что дети детских домов, в них все хотят видеть рабочих, рабочих, которые будут стоять у станка. А мы получаем, что дети многие творческие, и у них акцент на творческие стороны их натуры, они интуиты, исследователи или гуманитарии. Конечно же, их в этом никто не видит. И какие профессии им предложить, и действительно, чем же их увлечь, это было одним из вопросов, также когда мы все это разбирали уже с кураторами. Также интересно, что веселых меньше, чем серьезных, и рассудительных меньше, чем решительных. То есть здесь интересно, что большая часть детей, которые прошли проект, это серьезные и решительные. Вот сразу понятно за этим, какой же труд у воспитателей, что все-таки эти дети такие действительно, их и трудно замотивировать, чисто какими-то интересненько. Это то, что касается серьезных. То есть им нужно точно понимать смысл действий, в чем они опираются на объективные данные, на фактические данные. Ну и, соответственно, решительные, то есть они более активные в плане того, что у них в акценте волевая сенсорика. И там, конечно, сейчас я перейду к тому, что интегральный психотип, или больше всего оказалось психотипы, хранитель или драйзер, этикосенсорный интроверт, которые там как раз проявляли себя, в детском доме, как просто самые такие буйные головы, буйные головы, которым, конечно, их сложно было как-то поставить в рамки. Также, если мы посмотрим на мотивацию, то оказалось следующим образом. Мотивация, статус, стимульная группа у пяти детей, то есть сенсорные экстраверты. Надо сказать, что все они там выглядели достаточно уверенно в этой группе детей, все такие уверенные в себе. И, может быть, потому что в детском доме им предлагалось часто покровительство. Ну, воспитатели же видят, кто как себя проявляет. И именно этим детям предлагалось покровительство над младшими группами, по дежурствам, все, что у них там в быту происходит. И они в этом смысле мотивированы были. Поэтому они там, ну, таких на передовых позициях и воспитателями воспринимались как самые такие социально значимые в этой группе. Все эти дети. Ну, они и оказались в мотивации статуса в итоге. Мотивация уникальность, экстраверты интуитивные, шесть человек. Мотивация благосостояния, десять человек. И мотивация самодостаточность, четырнадцать человек. О чем это говорит, если мы понимаем про стимульные группы? Мы понимаем, что замотивировать этих детей очень сложно. Четырнадцать человек из тридцати пяти это интроверты интуитивные. То есть это означает, что их мотивировать сложно, сложнее, чем другие группы, потому что их мотивирует только то, что им самим интересно в глубине своего интровертного домика. Как найти это интересно? Вот в условиях детского дома, конечно, все они были, в общем-то, во многом демотивированы, а это проявлялось в том, что они говорили, мне ничего не надо, я ничего не хочу, никаких профессий, и вообще не знаю, что мне делать, и мне все это, мне все равно. А хотелось найти для них все-таки то, что их заинтересует. Поэтому, конечно, скорее всего, их в эту группу включили, их вот много, потому что они представляли определенные вопросы для воспитателей. Здесь приведу пример списка рекомендуемых профессий, которые входят в отчет. Здесь я вам привожу на слайде социалы. Здесь предлагаются профессии, которые из класса, то, что известно в профориентировании, что там есть классы профессий. Так вот эти профессии из класса человек-человек, что понятно, потому что это этики, человек-природа, что понятно, потому что это сенсорики, которые ощущают и вообще любят заботиться, и в особенности о людях, потому что этика сенсорик – это забота о людях, обеспечение людей. Поэтому здесь очень хорошо подходят профессии именно вот этих двух классов. Но кроме того, их дополняет профессии из властей человек-техника и человек-образ. Как мы видим, здесь нет профессии человек-знак. Это то, что, скажем, близко и очень подходит интровертным логикам либо экстравертным логикам, исследователям. Вообще исследователям подходит это очень. Здесь как бы совсем обратный такой клуб получается. Рекомендуется выбрать из профессии ниже приведенного списка и далее руководствоваться предпочтениями ребенка и его талантами. Поэтому, конечно, сразу предваряем, может быть, вопрос, и что же вот такой список они получают, что же с этим делать. С этим делать следующее. Список изучается с позиции того, как ребенок себя проявляет. То есть мы рекомендуем выбрать из списка, обсуждая, как бы щупая на вкус, чувствуя каждую профессию, что он уже проявил, может быть, показать ему какую-то профессию, отвезти на мастер-класс. Он просто еще пока не видел. И тем самым мы уже знаем, куда его везти и вообще где находится то, что для него действительно подойдет и будет приносить ему удовольствие, когда он будет работать по этой профессии. Ну и поставлю акцент. Конечно, я расскажу об уникальности этого исследования группы особенных детей. Коррекционный детский дом представил 7 человек на это исследование. Возникли ли у меня сложности? Сложности, конечно, возникли. Могу сказать, что вот по моим этапам, которые я показала, 6 из 7 человек не смогли сочинять сказку, просто не смогли, в отличие от других нормальных, скажем, детей других детских домов, эти дети не могли абстрактно мыслить. То есть они, а как это? Хотя возраст их был такой же, 15-16 лет. То есть как это? Что я могу рассказать? То есть никаких представлений у них не возникало. То есть это вот оказалось для них сложным. При этом рисовали они хорошо. То есть они нарисовали мне рисунки, конечно же, и рисунки были показательными. Вот это вот рисунок все равно работает. Проблемы социализации. Особенно два человека. Очень трудно было с ними просто разговаривать, с ними войти в контакт. Конечно, с 7 детей была разная степень ослабленной такой их психики, скажем так. У кого-то диагноз олигофрения стоял. Надо сказать, что из этой группы у нескольких детей диагноз сейчас на данный момент снят, что очень интересно. То есть это было просто психологическое, педагогическое, как бы сказать, недозанимались ребенком. То есть просто не было с ним достаточных занятий. То есть какой-то органики за этим или болезни у некоторых детей нет. То есть просто они попали вот в такие обстоятельства, когда тяжелая семья, их в этот дом, в детский дом коррекционный поместили. Но если их правильно развивать, некоторые из них, они могут действительно, этот диагноз может сниматься, что очень важно, они могут пополнять уже ряды здоровых людей, которые могут любые профессии осваивать. Итак, определение психотипа. Ну, было все определено. Конечно, я сидела очень долго, изучала все, и в итоге получилось определить психотипы. И в отчет добавлен был раздел возможных проявлений отклонений от нормы работы Тима. Вот фрагмент отчета именно по этой особенной группе. Вот здесь я привожу фрагмент отчета по ребенку, подростку типа аналитик или Робеспьер. Сильные стороны типа. Я всегда разделяю, чтобы было четко понятно, что можно развивать. Сильные стороны, пишу, психологически здорового человека. И здесь вот хочу сказать, врожденная склонность к абстрактному мышлению Робеспьера или аналитика, с тенденцией к постоянному совершенствованию старых и рождению новых структур, способность найти решение стандартным путем, креативность. Все, что в сильных сторонах аналитика, должна сказать, что у этого конкретного мальчика ничего этого было увидеть невозможно. То есть вот он как раз был самый слабый из них с позиции своих когнитивных способностей. То есть анализ его психотипа происходил больше с позиции его слабых функций, которые проявились в полной мере. Вообще у таких детей, конечно, мы в полной мере видим проблемы слабых функций. То есть если там логики увидеть невозможно, какой-то такой красивый, да, и системный, как это бывает у здорового, психологически аналитика, то мы видим все-таки творческую функцию, потому что этот как раз мальчик хорошо рисовал и обладал воображением достаточно интересным. вот, но в плане логики все было достаточно грустно. Слабые стороны выделяю. Опять же, у здорового человека бывает трудно завершить начатое, боязнь неэтичного поступка, может выдвигать нереализуемые идеи, не силен к проработке деталей практической реализации. И вот даю комментарий такой, что неконтролируемые уходы в себя, это прямо вот если брать какие-то уже акцентуации, связанные с этим типом информационного метаболизма, то есть у нас же мы можем тоже структурировать, да, возможные акцентуации. Кому они больше, чаще могут соответствовать? Так вот, здесь отстраненность внутреннего мира, проблемы коммуникации, незрелость эмоциональных проявлений, потому что, ну, этика, конечно же, слабая, одномерная функция, этика эмоций, фобия, робость, переходящая в плохо контролируемую агрессию. То есть здесь уже, я здесь рассказываю о проблеме болевой функции аналитика, то есть волевой сенсорики. Потому что это так и проявляется. С одной стороны, боязнь даже чуть-чуть повышенной интонации громкого слова, с другой стороны, неконтролируемые какие-то вспышки агрессии, тут же фобии. То есть вот это все, как раз этот клубок мы видим на болевой функции. И как раз у этого мальчика это все ярко и проявилось. И, ну, пишу, что часть этих проявлений была замечена. Но я, естественно, сразу же ориентировала, что я не клинический психолог. Я не могу никому, естественно, не собираюсь снимать диагнозы, там, если кто-то ничего не проявил. Я просто диагностирую, анализирую, насколько этот человек проявляет свой тип, как бы где его акценты, как можно помогать ему развиваться. То есть это было доведено, конечно же, до воспитателей. То есть я ни в коей мере не бралась за работу, там, кто из них здоров, кто из них болен и так далее. Это не мой вопрос был, естественно. Но я хочу сказать, что мои рекомендации, мой отчет вообще помогли куратору из благотворительного фонда, который как раз работал с соответствующим фондом, который и вообще психологическим советом психологов и психотерапевтов, которые как раз квалифицировали уже детей, насколько там это здоровая, нездоровая психика. То есть она просто уже, зная их типы, могла более правильно задать вопросы. Там они уже ей помогли, мои рекомендации, мои рекомендации, выводы помогли ей работать с этой комиссией. Вот так это было. И мы в таком очень хорошем тандеме вместе поработали. Ну и хочу сказать о, конечно, на мой взгляд, важном, что после определения психотипа, что же было дальше? Простите, Елена Владимировна, я или послушала, а вот этика как у нашего аналитика была? Этика как у Кирилла? Да, у Кирилла. Этика была настолько незрелой реакцией. То есть он, знаете, не в попад смеялся, старался понравиться. Тут же уходил, если кто-то не обратил внимания на его улыбку, да, или что-то, сразу же уходил в какой-то тормоз, значит. Ну, у него такие, у него признаки, конечно, такого, ухода в себя достаточно яркие. По рассказам воспитателей, потому что я и с воспитателем разговаривал о том, как дети себя вели, он ничего не хочет, он очень много проводит времени сам с собой, значит, друзей у него, конечно же, нет. При этом он вот может о чем-то мечтать, что-то нарисовать, при этом он хорошо разбирается в технике, это к тому, что он все-таки логик, то есть если ему дать что-то, он что-то раскрутит, там сделает, но очень слабая вот эта эмоциональная вообще, ну, способность работать с эмоциями, то есть ожидание, что его похвалят, невозможность там как-то контактировать, вот это все в нем, конечно, ярко проявлялось, при том, что какие-то моменты порядка там в своих вещах, это у него происходило, или там то, что он умел разбирать какие-то вещи, вот, скорее, скорее, вот о чем я и сказала, проявили слабая этика и слабая сенсорика, то есть как раз вот у таких детей мы видим, что махровым цветом цветут вот эти вот слабые функции, они вообще не компенсированы ничем, получается, что и логика с интуицией не больно там, как говорится, развелись, никто этим и не занимался, а может быть, там есть органическая какая-то природа того, что этого нет, но и этика с сенсорикой, прямо вот это ярко видно, что неумение коммуницировать, с другой стороны, робость вот эта, плюс какие-то вспышки, то есть сложный очень мальчик, ну, в общем, вот так вот. Понятно, спасибо большое, интересно просто. Да, я там могу, на самом деле, о каждом ребенке рассказывать, это очень интересно. Спасибо. Ну, если будет, да, время, возможно, я еще о ком-нибудь расскажу, как это проявлялось. И здесь вот в продолжении было какое, то есть провели вебинары по итогам диагностики с воспитателями детей и куратором их дальнейшей профессиональной подготовки. То есть эти детские дома как раз на курации в благотворительном фонде как раз Алиса. И этот благотворительный фонд, он подключает профессиональных учителей, то есть обучают детей профессиям за счет вот этих вот проектов благотворительного фонда. Поэтому мы здесь поработали в таком вот замечательном тандеме. И по каждому ребенку принимались адресные решения по профессиональной направленности с учетом его психотипа и проявлений талантов. Просто, знаете, вот сидели глаза в глаза. Ну, в Зуме, конечно, это все происходило, надо сказать, но тем не менее это вот преподаватель, как раз воспитатель ребенка, вот этот вот куратор, который приводит профессиональных учителей и связи имеет с профтехучилищами, с институтами, то есть они работают плотно как раз с профессиональными кураторами уже. И, соответственно, я, которая давала им эти рекомендации. То есть, мне кажется, что польза как раз при такой вот очень адресной работе про каждого. Потому что, если просто им дать психотипы, ну, конечно, они положатся в стол и не поймут и не разберутся, как это все можно применить. А когда мы же можем покрутить, уже зная психотип, любую профессию даже, то, что у них сейчас есть, предложение, я всегда могу сказать, где можно этого ребенка здесь, например, применить. В разных профессиях есть разные тоже виды деятельности. Поэтому даже список, он все-таки достаточно, ну, это примерная история, потому что дальше мы уже отталкиваемся от реальной жизни и помогаем адресно из того, что мы имеем, чтобы получить вот этот самый результат, который мы себе хотим получить. И по итогу получены положительные отзывы, что очень приятно. Вообще, конечно, когда я рассказывала воспитателям, они просто у меня вот, ну, забывали закрывать рот на самом деле. Просто они говорили, а как вообще, как вы, откуда вы это все знаете про наших детей? Потому что они мне до этого, конечно же, ничего не рассказывали, как там дети себя проявляют. Вот, и когда я говорила, что я вижу, какие слабые функции наверняка есть, так все и оказалось. Таким образом, вот такой вот проект очень хотелось поделиться. Спасибо за внимание. Буду рада ответить на вопросы. Спасибо. Очень рада всегда ваших докладов. Спасибо. Конкретные, практичные. Спасибо. Жизнь.